Так, ребятушки, всем привет, с вами Розе. Вот такое вот короткое видео, записываю, пробужденные агатионы. Вот буквально вчера вышло обновление про агатионов. Тут как бы все понятно, но давайте я вам расскажу, что это такое. Вот, возьмем, я вчера пробудил агатиона в селу. Я, конечно, хотел бы королеву муравьев или рыцаря смерти. Но так как у меня их нет, пока агатион, это мой топовый агатион, которым я пользуюсь. Он дает восстановление МП-15, абсолютное восстановление МП-15. То я сам обичевание вообще на троечку поставил. Если как бы без этого агатиона, то я просто рассказываю так, такое вступление, то получится там на 30 секунд видео. Получается за счет этого МП и плюс увеличение урона от всех стихий 5%. Очень круто, очень хорошо. Получается, я теперь забыл о самобичевании. Раньше мне приходилось на единичку ставить. И когда я стоял в башне дерзости, то там 3 часа надо было ходить за баночками. А теперь я не хожу вообще за баночками, да. Итак, можно еще дополнительно дать любой скилл от любого агатиона, от любой повторки. Вот, к примеру, я беру за основу селу. Вот я его пробудил уже. У меня была повторка апостола. То есть пробуждаются агатионы только повторками других агатионов. Вы можете передать любой скилл. Так как мы видим, у селу есть свой скилл. Урон от всех стихий. Да? Вы можете дополнительно еще займеть урон. Ну, если у вас будет повторка апостола. Вы можете пробудить шанс 50%. И заполучить еще один скилл. И у вас будет не один скилл, а уже два скилла. То бишь, у вас теперь имеется увеличение урона от умений. И увеличение урона от всех стихий. Как это посмотреть? Мы нажимаем на пассивки, увеличение урона от умений. У меня есть вот 5%. И еще увеличение урона от всех стихий 5%. Вы аппаете своего агатиона еще скиллом с другого агатиона. Это все элементарно легко. За счет своего пробужденного агатиона. И также пробужденные агатионы закрывают коллекции. Вы пробудили уже? Вот у меня есть пробуждение, увеличение урона от умений. Вы уже пробудили своего агатиона. Но у вас появилась повторка. Вот, к примеру, гордон. Да? При низком уровне здоровья восстанавливает хп при успешной атаке. Это скилл гордона. И мы можем дополнительно отдать этот скилл своему агатиону, с которым вы ходите. Если мне гордон не подходит, то что тут урон землей. Ну такое. А у Силу буста очень по МП. Очень большое увеличение буста по МП. То, что я отказываюсь от баночек. И плюс стихиями. Так мы еще дополнительно с другого агатиона можем дать скилл. Я думаю, я достаточно ясно рассказал. И также легендарный. Легендарный. Вы можете его пробудить или героическим, или легендарным. У него будет дополнительный скилл, кроме его скилла. Но у легендарных агатионов дать еще дополнительно 2 скилла. То бишь, у него будет 3 скилла. Но вы понимаете. Если героическому вы можете только добавить 1 скилл. То легендарному вы можете добавить 2 скилла. Но не так уж все просто. Вы не сможете использовать эти 2 скилла, которые вы добавляете при пробуждении. Вы просто можете выбирать. Между теми 2 скиллами. К примеру, если вас там устраивает. Вы пробуждаете еще 2 скилла. Там, к примеру, от Баюма. Увеличение иммунитета ко всем атакам. Доп урон по оглушенной персонаже цели. Если вы бегаете, гангаете. Типа, ну это очень круто. И вы можете переключаться между 2 скиллами. Если вы их пробудите на этом агатионе. Вы можете переключаться между 2 скиллами. Если вам там нужен иммунитет, вы включаете иммунитет. Если вам нужен доп урон по оглушенной цели, вы переключаете на доп урон по оглушенной цели. Но вы ходите со своим любимым агатионом. Пробуждать агатиона можно только повторками. Нельзя пробудить. Там, к примеру, хочу гордона пробудить. К примеру, берем гордона. Хочу его пробудить. Но не смогу его пробудить. Так как мне нужна. Но я хочу Гордона Гордона. Нельзя. То же самое как и Медуза Медузой. Только повторкой другого Агатиона. Блин я уже сам запутался что я говорю просто. Если я что-то не так сказал поправь меня пожалуйста. Я всегда тебя прошу то что я могу такое морозить. Я не против. С вами был Роза и всем до новых встреч.